Андрей Сидельников, политик, лидер международного движения. Говорите громче с нами на связи. Андрей, добрый вечер. Говорите громче. Добрый вечер. У нас уже с вами традиция, да? Говорите громче. На самом деле сейчас без рекламных каких-то вещей, но вот насколько громко сейчас говорят в Российской Федерации о мобилизации, давайте немножечко напомним. Deutsche Welle тут фотографии подсобрала для того, чтобы вспомнить, как все начиналось. Я попрошу своих коллег, сейчас мы увидим, да? 21 сентября, я очень коротко сейчас напомню, объявляют о частичной мобилизации Путин. Далее давайте посмотрим, что начинает происходить. Протесты против мобилизации Улан-Удэ, Иркутс, Томс, Барнаул, 32 города. 24 сентября более чем 700 человек были задержаны, те, кто вышел протестовать. Смотрим с вами далее. Дагестан против мобилизации. Также мы помним, как женщины и матери выходили. Далее давайте посмотрим. Жесткая мобилизация в Бурятии, так называют Deutsche Welle, то, что происходило в самой Бурятии и Якутии. От дружбы в спорте к миру на земле. Да, к миру на земле мы видим, к какому миру. Я не хочу убивать и быть убитым в Украине. Как раз один из тех, кто попадал под мобилизацию, бежал из России. Игорь дал интервью Deutsche Welle, он бежал в Казахстан. Давайте далее еще. Очередь возле КПП на границе Российской Федерации и Казахстана. Таким образом мы пытались выехать те, кто был не согласен с мобилизационными процессами. Ну и еще посмотрим бегство Грузию. Мы все помним, что происходило, как бежали от мобилизации в Грузию россияне. Там как раз еще 26 сентября, то есть 5 дней прошло после того, как была объявлена частичная мобилизация. Там на границе скопилось около 3,5 тысяч легковых автомобилей. Пробки на 20 километров тогда растянулось. Передвижные пункты мобилизации были созданы. Вот это происходило на КПП Верхней Ларсе. И мы можем далее с вами смотреть. Мы будем периодически просматривать то, что происходило. Андрей, для чего я это показываю? Я это показываю, что на самом деле процессы, которые стартовали 21 сентября 2022 года, они продолжаются в 2023 году. Есть те, кто получает повестки для того, чтобы прийти в военкомат и получают их на ближайшее будущее. Как я говорю, кому-то приносят здесь и сегодня, но приносят, например, явиться там военкоматы в апреле. Что вы можете сегодня сказать о тех мобилизационных процессах, которые проходят в Российской Федерации? Мы можем говорить, что они какие-то стали более скрытные? Либо же все-таки они на самом деле настолько явные, просто о них меньше стали говорить в самой среде, среди россиян? Ну, они действительно какие-то скрытные. Я бы сказал, что тихая мобилизация сейчас, без особого акцента в медийность. Мобилизация продолжается. Активную фазу ждем, наверное, в мае месяце. На сегодняшний день те мобилизованные, которые были с 21 сентября, их мобилизовали все эти месяцы, проходит обучение. Кто-то уже вернулся в полиэтиленных мешках, кто-то пропал без вести, но обучение идет, в общем-то, на базах в Белоруссии в основном, ну и в Российской Федерации тоже в разных воинских частях мобилизованных свозят и проводится обучение. То есть эти месяцы большинство из тех мобилизованно обучается, но часть уже была сразу брошена на фронт. И, в общем-то, там достаточно большие потери, которые сейчас, я так понимаю, никакие эксперты не могут сосчитать и определить, потому что, в общем-то, информация, она закрытая с Российской Федерацией, и можно только учитывать вот то, что происходит на фронте. И, грубо говоря, ежедневные потери подсчитываются разными аналитическими группами по миру. Ну и нужно напомнить, что 21 сентября из России выехал в сегодняшний день уже больше двух миллионов человек. То есть это большая достаточно цифра. Ну и в то же время тот миллион для мобилизации, который обозначен в указе Путина, он еще, естественно, не... Там даже половина, по-моему, там около, насколько мне известно, 450 тысяч мобилизовано. Но это данные на прошлый месяц. Просто сейчас действительно эти тихие мобилизации очень сложно посчитать. Ну вот вы показали, да, это в сюжете «Новые могилы», они, в общем-то, по всей стране сейчас происходят то же самое, как вы показали с того сюжета из Хабаровска, по-моему, да, был. Поэтому, ну, мобилизация, как я сказал, уже активная фаза, там, третья фаза. То есть первая была активная, вторая сейчас фаза после Нового года, она достаточно тихая. И активная фаза, третью мы ждем где-то в мае месяце, когда уже бросят на фронт вот этих вот обучающихся убивать украинцев людей. Андрей, а скажите, пожалуйста, а есть какой-то вот предел этой мобилизации? Ну, условно говоря, с одной стороны... Миллион. Миллион. Миллион, который обозначен в секретном седьмом пункте указа о мобилизации. То есть это вот тот миллион, который он хочет, там, отправить на убой, просто вот миллион. Да, да, скажем так, это не то, что он хочет отправить, это то количество людей, на которые он просто, ну, как-то помягче сказать, положил, что ли. Да, ему просто безразлично. А тогда вот с другой стороны, со стороны общества, граждан России, вот этот предел где? Ну, вот как мы с вами в России жили? Мы говорили уже не раз, мне кажется, и в ваших эфирах, предел это 500 тысяч мешков полиэтиленовых. Вот 500, когда количество убитых перевалит как раз за эту цифру, за 500 тысяч, вот тогда это будет предел. Да, это цифры, но слушайте, страна слишком большая, население слишком большое, поэтому все меньшие цифры, они, ну, в общем-то, незаметны, потому что мобилизация все-таки широко идет по всей стране. И, ну, опять-таки, если бы это какие-то регионы конкретные были, там, несколько регионов, где выписало бы там достаточно, что, знаете, там 100 тысяч человек из региона, да, тогда это бы по-другому говорили. А в связи с тем, что действительно мобилизация там из каждого населенного пункта, там разнарядки есть определенные по количеству жителей, городов, сел, деревень, поэтому она, в общем-то, незаметна. Ну, видят это только, соответственно, родственники, которым приходят извещения о гибели, либо извещения о пропаже без вести, в основном такие приходят, чтобы не платить из бюджета, ну, вот эти, гробовые, как они там называются. Мы, Андрей, сейчас продолжим говорить о том, как действуют гарнизонные суды России. На самом деле, очень важно, и там планируется определенные изменения законодательства Российской Федерации, связанные с самоволкой. Но все же я хотела сейчас еще раз обратить внимание наших зрителей на то, что происходит в Новой Каховке. Это населенный пункт Херсонской области. Информация от Генерального штаба вооруженных сил, цитирую, оккупанты, и все еще временно находятся в Новой Каховке. Информация про якобы отход противника из данного населенного пункта была озвучена в результате некорректного использования существующих данных. Несмотря на это, мы обязательно освободим и новую Каховку. Информация от Генерального штаба вооруженных сил Украины. Знаете, стоило бы добавить, что то, о чем сообщают сейчас как раз и украинские военные, которые находятся вблизи этого населенного пункта, они говорят о том, что российские оккупанты, российские военнослужащие настолько боятся сил обороны Украины, что частично покидают территорию населенного пункта, но потом под влиянием, под тем, как действует командование, под тем, как действует ФСБ России, они возвращаются, потому что определенное все-таки давление, мы понимаем, какое давление может быть со стороны ФСБ, даже на своих же военнослужащих Российской Федерации, они частично и возвращаются в населенные пункты. Но еще раз вспоминая слова Генерального штаба вооруженных сил Украины, я добавлю, что новая Каховка будет очищена полностью от российского оккупанта. И, Андрей, тогда в предложение то, о чем мы говорили, сейчас я посмотрела, что говорят российские правозащитники, которые все еще могут и находят ресурсы и механизмы, каким образом могут защищать тех, кто уже попал по мобилизации, кто уже даже побывал в воинской части. Вот один из них, Павел Чичиков, он 21 марта правозащитник, он высказал предположение, что Верховный суд Российской Федерации вскоре скорректирует практику по делам о военных преступлениях, в частности, он говорит о том, что станет возможным возбудить уголовное дело за самовольное оставление части, и в случаях, если военнослужащего нет части, менее даже двух суток. Я так понимаю, что ранее законодательство говорило немножечко о других сроках, теперь вот такая вот история. Это о чем говорит? О том, что, ну, вот все-таки вот эта цифра, которую мы сегодня с вами вспоминали, а это 536 подобных дел, которые поступили в гарнизоны и суды России. Как вы считаете, вот это число, оно будет расти с каждым месяцем? И вот такие изменения в законодательстве, к чему они могут привести, по вашему мнению? Ну, законодательство, понятно, ужесточается, это мы все понимаем, здесь даже обсуждать не кажется нечего. Что же касается, конечно, это будет расти, если там каждый из нас, вы в своих эфирах будете больше информации давать, как могут российские военнослужащие сдаться в плен и тем самым сохранить себе жизнь. И, насколько я понимаю, там не только жизнь и, в общем-то, там какие-то и выплаты даже получить, насколько я слышал. Но это, опять-таки, нужно как можно больше эту информацию давать россиянам, чтобы, ну, просто понимали, что есть выход. Ведь многие от безысходности уже и не понимают, что делать, безусловно, как бы отставление даже части. Они даже не знают, как идти, не знают этих номеров телефонов, по которым в горячей линии можно звонить и договориться о сдаче в плен. Поэтому, чем больше будет вот этой информации, тем будет лучше, безусловно, и самим же военнослужащим. Но, что касается вот там возвращения, не возвращения обратно, ну, мы знаем, заградотряды никуда не делись со Второй мировой войны. И, более того, особо ретивых расстреливают и выдают это за убийство украинцами. Поэтому и ролики появляются, соответственно, и дезинформация, и пропаганда действуют, в общем-то, в том режиме, чтобы как можно больше запугать не только население, но, естественно, и военнослужащих. Ну, и, что говорить там при подготовке, тоже это известно, ну, даже не то, что это политформация, как раньше была, здесь уже просто действительно пропаганду носят в каждый барак, в котором живут эти военнослужащие и мобилизованные. Поэтому, конечно, запугивают. А то, что вменяемые люди, россияне, попадают на фронт, ну, вот мне всегда хочется спросить, а где вы были раньше? Я сейчас не говорю, конечно, о тех, кто добровольно пошел, это полные отморозки и просто военные преступники, а те, которые на авось. Я много, кстати, таких людей знаю, которых еще не мобилизовали, общаясь с россиянами в разных городах, ну, многие просто считают, что они, там, кто-то юридически подкован и считает, что он знает законы, и законы его спасут. Бесполезно что-то говорить, и объясняют, что это вот сейчас никакие законы в России не действуют, даже самые зверские и, в общем-то, которые просто уничтожили все права и свободы граждан. Кто-то считает, что вот он скрывается и не на месте жительства, будем говорить, в европейске живет, что его тоже это не коснется. Коснется в любом случае всех, кого смогут завести. Мы видели прекрасно, как забирали на улицах, не обязательно участвовать в каких-то пикетах или в акциях, просто людей облавами забирают. Это будет продолжено, продолжено будет, ну, все будет в зависимости, опять-таки, как будут обстоят дела на фронте. А сегодня мы видим, что с российской стороны на фронте дела обстоят не очень, что, естественно, очень хорошо для Украины. Ну и, конечно же, нужно, все, конечно, ждут наступление украинское, безусловно, потому что это даст возможность не только снова объединить украинское общество, но и, в общем-то, убрать ту усталость, которая от войны у многих присутствует. Я уж не говорю сейчас про граждан Украины, а даже больше про граждан европейских государств, которые все равно продолжают помогать и фронту, и ВСУ, и гуманитарными грузами гражданам Украины. Поэтому, в общем-то, чем быстрее и качественно будет наступление украинских войск, тем быстрее в рядах российской армии будет такая дестабилизация. И, в общем-то, мы, наверное, увидим просто сдачу в плен целыми бригадами, к большому счету, или там регионами, или как это называется в российской армии, я, честно говоря, не очень в военных терминах силен. Но то, что люди боятся, это мы видим. То, что не хотят воевать, мы тоже знаем. Ну и то, что их убивают за то, что они отказываются идти в атаку, ну и там тоже эти случаи известны. Просто о них нужно как можно больше говорить. И еще раз повторю, необходимо постоянно давать информацию и телефоны горячей линии украинских организаций, которые занимаются сдачей плен российских граждан. Спасибо, Андрей. Будем продолжать и с вами разговаривать, и всячески призывать не поддаваться на вот эти все мобилизационные действия российской власти. Любым способом. В конце концов, есть много организаций, адвокатов, юристов. Мы постоянно включаем их в эфир, даем контакты. И пишите также и нам в наш телеграм-бот Freedom, если у вас есть мобилизационные проблемы. Мы в любом случае следим за этой темой. Андрей Сидельников, политик, лидер международного движения. Говорите громче. Был в нашем эфире. Я благодарю вас за включение. Продолжение следует.